здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим на тему на которую наверное говорят каждый год примерно в это же время мало того даже в период пандемии все равно отдельным вопросом стояла тема гриппа простудных заболеваний и этих четырех сказочных букв о рви вот об этом мы поговорим сегодня с ирина алексеевна козловой которая уже была гостью нашей программы мы вновь пригласили в студию она заведующая детским поликлиническим отделением номер два люберецкой областной больницы что говорит нам о том что больше так сказать уклон в этой программе мы сделаем именно на детские заболевания и на профилактику правильный на ксен тоже профилактика это главное в нашем деле ну давайте напомним кто придумал ну у нас есть такой простонародная простуда куда входит все что угодно и ухо горло нос и бронхит ну все кроме воспаления легких как только воспаление легких начинается это уже но такая приличная серьезное заболевание а так все называется простуды там нос и так далее небольшая температура я сейчас конечно не говорю о том о чем слава богу стали говорить меньше о пандемии урви почему армию что это за четыре таких буквы расшифровка этого этой аббревиатуры острая респираторная вирусная инфекция респираторная говорит само за себя это поражение дыхательных путей как правило это больше верхние дыхательные пути но надо не забывать о том что 80 процентов бронхитов то есть поражение нижнего дыхательных путей это тоже вирусная и теология этого заболевания то есть где-то кашлянул и вперед да но на каком уровне остановится поражение дыхательной системы здесь зависит от состояния иммунной системы человека то есть либо это обойдется острым ринитом или ринофаренгитом либо это опустится в нижние дыхательные пути вплоть до развития внимания то есть внимание это как бы выше дошло это уже ближе к осложнениям то есть это в любом случае более грозное заболевание заболевание смертельное которое может вызвать серьезные осложнения в виде сердечно-сосудистой недостаточности дыхательной недостаточной летального исхода да и соответственно приводящие к но вот насколько понимаю это вирусная то есть это передается человеку к человеку да то есть человек который мы понимаем что на каком-то этапе мы сейчас все вырвались и взрослые дети вырвались откуда-то и все наоборот вот учебный год да и мы видим что прям какие-то толпы бродят такое ощущение что люди соскучились друг по другу и даже там где раньше бы может быть и не ходили бы каким-то там коллективом вот они стараются быть вместе в кафешку сходить или вот праздники были ну и и просто как-то проводить лет почувствовать что еще не все потеряно таким образом достаточно одному человеку да и быть может даже не серьезно зараженным да но быть вирус вирусоносителем он может передать этот вирус многим людям и вот тут возникает вопрос если эти симптомы всегда ярко выражены у того кто заболел или они могут быть не явно выражены и таким образом он становится распространителем этого но бывают разные формы заболевания от легкой степени до тяжелой и как правило при легкой степени да мы часто не обращаем внимание на какие-то легкие симптомы виде небольшой заложенности носа по утрам даже и больше потом в течение дня не будет вот но в любом случае любое першение в горле даже какое-то эпизодическое в течение дня непостоянное или там заложенность носа с минимальным отделяемым это всегда признак болезни конечно это легкое течение нужно понимать что уже вирус на слизистых и насколько сегодня мы можем различить вот или все это мы я помню еще такая была в позднесоветская и в ранее российское время присказка что когда сейчас не к вам имеет отношения что вот когда особо не хочется копаться врач пишет просто армии дальше там уже будет разбираться или все-таки внутри урви есть какое-то тоже подразделение на какие-то симптомы и другие заболевания рвида такое общее широкая на широкое такое понимание да вы рви мы разделяем только по по что называется этажам поражения то есть это верхние дыхательные пути средние дыхательные пути и нижние дыхательные пути а так в целом все это урви понятно ну естественно мы поговорим сегодня профилактики но так как все таки у нас присутствует студии детский врач это особая так сказать каста медицинских работников и возникает сразу же вопрос в чем отличие между урви детским скажем так и взрослым но заболевание остро инфекционное заболевание в принципе у детей и взрослых имеют только одно принципиальное отличие на мой взгляд это то что дети не умеют симулировать что называется ну то есть не скажу то есть помпа настоящая если ребенок уже жалуется и он плохо чуть-чуть замолчал немножко извиняюсь поведение 1 одним из первых признаков болезни у ребенка является плохой аппетит то есть когда ребенок отказывается от еды если он здоров здоров он не откажется от еды а если ребенок уже начинает на ночь и капризничать или там как-то себя вести и более того пропускать одно там два кормления и так далее то конечно здесь надо искать причину этого чаще всего это уже начало заболевания даже еще до появления клинических признаков самого заболевания вот и у детей как-то более быстро возникает уже ощущение хорошего самочувствия то есть дети быстрого быстрее чем взрослые восстанавливают то есть они заболевают ну как бы на таком немножечко заболевает грустно до возвращается быстрее а иногда взрослый наоборот иногда когда заболевает особенно к те кто работают ну слава бог хоть немножко полежу отдохнуть всего нас не спешат на работу но у детей как правило все вот эти симптомы они появляя когда появляются симптомы то ребенок на самом деле особенно маленькие дети они не умеют стимулировать то есть если уже у ребенка появились какие-то симптомы то как правило это но это даже и хорошо в том смысле что сразу можно приступать к лечению они ждать потому что взрослый человек работа опять же семья проблемы он знает что он заболел он начинает лечение потому что все-таки арви уже как бы довольно и если он еще знает свои функции да есть люди которые болеют одним и тем же заболевания довольно часто и начинает постепенно лечиться мы об этом кстати поговорим во второй части о лечении а медикаментозном а каким это может быть какие-то новые способы вот но возвращаясь к теме детей и взрослых как вот поступить то есть я помню что мама метам справки когда-то выписывал сейчас как это работает вот если ребенок заболел там детский же сад его не поведешь или там в школу надо как можно быстрее изолировать его правильно от других детей как среди детей распространяется дети это очень контагиозный коллектив потому по одной простой причине но как правило это в детских садах особенно выражена это пользование одними игрушками одними какими-то там средствами ухода туалетными комнатами и так далее то есть дети более те следы везде да да дети в более тесном контакте это однозначно это их между собой контакты более близкие когда например взрослые во взрослом коллективе на работе мы так тесно не контактируем друг с другом то есть не обмениваемся не облизываемое что называется одну ручку который пишем там и так далее у детей это более распространено дети более непосредственно в своем общении поэтому как правило они более контагиозные в детском коллективе инфекции распространяется очень быстро понятное дело и в связи с этим поэтому я бы конечно посоветовала родителям с признаками болезни детей в сад не любых причем любой недомогание тогда а на каком кстати этапе дети начинают то тоже немножко скрывать то что я щас поясню потому что у ребенка когда нарушается да вот общепринятый ход событий он же надо начинает бояться особенно там шестой класс 9 на 8 класс когда уже как бы взрослый может там надо идти куда-то какой-то важный экзамен или там встреча с друзьями и так далее он тоже пытается скрыть как-то по своему это тоже небезопасно потому что он может принести вот как следить сейчас за детьми это первый вопрос и как одевать сейчас такой странный период когда вроде как и футболку иногда можно на себя что называется напялить а иногда прям чуть ли не уже ну пальто зимние надо делать как быть одеваться всегда нужно по сезону по погоде считается вот что у маленьких например детей если брать детей до трех лет то у них особенно до года как правило из таких вот правил у нас мы исходим это на ребенка нужно надеть слоев одежды чтобы было на 1 1 больше чем у взрослого тогда ребенку будет комфортно и вот в холодное время года имеется ввиду вот что касается более старших детей здесь конечно проблема может быть другая родители уже ушли на работу ребенок собирается самостоятельно и тогда он может выйти либо слишком ну солнце дырка либо наоборот слишком до холодно конечно нужно проговаривать это с ребенком потому что некоторые там в угоду моде какой-то там еще чему-то могут не одеть какие-то теплые вещи лишний раз и как правило именно подростки дети вот от 6 класса и выше они и самые уязвимые что называется мы часто видим до бишерба без шарфика а вот тут все открыто летит и раздувает полосы да и мы видим что ребенок просто уже синий от холода но в то же время он не одет да с детьми нужно это проговаривать и право те родители которые это контролируют и вот кстати было помните сейчас чуть чуть меньше какой-то период была мода когда вот особенно девочки девушки да вот переход на этот возраст у них вот внизу да вот это обязательно извините пупок должен быть открытой и это и и ноги и носки там специально сейчас осталось и так далее то есть как бы с точки зрения моды чтобы показать еще что-то да а с точки зрения закрытости тела это конечно не безопасность к зрения здоровья это очень небезопасно хорошо и тут еще такой один момент что дети же очень активно двигаются да то есть если это детский сад или перемена в школе гиперактивные из дети как мы сейчас говорим и тоже тут пробуде как мы можем одеть и надеть все правильно и обувь и одежду а вот там побегал уже это мокрое не поменяешь нигде пошел на урок дверь окно открыли сквозняк и все но здесь сменная одежда сменная одежда в детском саду в обязательном порядке должна быть и более того здесь все зависит от ответственности сотрудников детского сада на самом деле потому что ребенок в это время именно в их поле зрения вот то есть пришли с улицы дети обязательно должны переодеться а вот а что касается школьников но здесь конечно в основном это после уроков физкультуры каких-то подвижных игр да что ну то что переодеть ребенку нужно что всегда у него было с собой ну и как бы тоже ребенку нужно для него это стало нормальной нормы почему потому что кстати очень многие взрослые до конца дне которую ты своих что называется не приучены к этому иногда вот не ловит этот погодный переход но это называется опять же здоровый образ жизни то есть с ребенком нужно с раннего детства проговаривать всем все правила жизни как таковой до чтобы меньше болеть чтобы меньше иметь проблемы ведь болезни детей на самом деле вот в детском возрасте считается что определенный возраст там до трех лет как правило или у некоторых старше до пяти лет частая заболеваемость и многие думают что ну переболеет как же называется свое и потом терпится с любит да 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 но смысл в том здесь одна есть очень такой подводный камень когда часто болеющий ребенок это и ребенок часто принимающие лекарства мы должны понимать что ребенок который часто болеет он практически уже питается лекарствами и снижаем иммунитет почти два лично и здесь идет речь о воздействии уже самих лекарств на кишечник на печень на сейчас об этом поговорим о второй части почему потому что действительно я помню когда-то лежал в больнице один мужчина вроде вполне нормальная он ходил и если кто-то что-то не допивала какие-то там были таблетки и витамины ну не принципиально он брал он считал что если он больше витамина выпить лучше это уже взрослый человек сейчас сделаем небольшую паузу напомню что нас гостях ирина алексеевна козлова заведующий детским поликлиническим отделением номер два люберецкой областной больницы говорим о барви и как вы понимаете прежде всего о детских симптомах и как сделать так чтобы наши ребята не заболели напомню что программа открытый диалог у нас гостях ирина алексеевна козлова заведующая детским поликлиническим отделением номер два люберецкой областной больницы сегодня наша тема орви и знаете даже как-то или за как-то сказать в кавычках возьмем даже приятно что мы говорим не о пандемии хотя чуть-чуть в конце коснемся как они связаны вот а говорим о традиционном старым добрым орви которая никуда кстати не ушло но вот есть какие-то изменения давайте вы сразу про поднимет тогда чтобы можно ли считать что пандемия это какая-то новая разновидность орви или орви просто какая-то составная часть или это разные вещи потому что легкие все спасутся это и то и другое респираторные заболевания поэтому конечно это как разновидность только другая теология это более серьезная серьезный возбудитель с более серьезным воздействием на иммунную систему на все системы организма и соответственно с более тяжелыми летальными осложнениями то есть существует как бы старый орви и существует вот такой новую до мощных ну да традиционный тогда возникает вопрос вот этот традиционный орви он тоже как-то мутируют да я веду сейчас к лекарствам потому что например все эти там жаропонижающие известны самые простые до известные средства которые сразу человек принимать когда чувствует какое-то недомогание как бы он говорит себе но я уже знаю это заболевание да она у меня уже было я помню как его или врач лечил и как или как я лечил насколько урви сейчас прогрессируют обычная традиционная или она более-менее в одном и том же формате возбудителя в основном одни и те же единственное только что вот из того что вы сейчас сказали я бы очень не советовала людям заниматься самолечением даже на этапе раннего начала заболевания в первый же день примеру поднялась температура и человек выпивает жаропонижающие и думать что он сам себя вылечит потому что так лечился раньше тут даже записал где-то бара смотрел или например даже тот же самый запись врача использовал при прежнюю тут есть очень такая скрытая опасность в том что каждая уровень может протекать по-разному даже у одного и того же человека и у некоторых сразу начинается с очень быстрых осложнений такие молниеносные формы поэтому любой подъем температуры это повод обратиться к врачу однозначно до начала лечения потому что самолечением заниматься нельзя никому ну кстати насколько я понимаю тот же бронхит сам периодически имболит как моя болезнь вот он иногда проходит без температуры то есть не но не идет на подъем то есть это это вообще если без температуры означает ли это что организм как бы командует нам что немножко мной займись и у нас все будет хорошо а когда температура это все-таки врач нет в любом случае если у человека есть кашель как таковой в принципе то это уже признак болезни по любому да я часто слышу от родителей но ли мой ребенок не болеть он просто кашляет это абсолютно странное такое немножко высказывание да потому что в любом случае в норме здоровый ребенок кашлять не должен или взрослый человек поэтому здесь понятно нужно искать причину кашля и очень часто на начальном этапе тоже самое внимание например она может вести себя именно так что человек редко кашляет и абсолютно без температуры но при этом уже при осмотре врач определяет что человека есть изменения в легких их нужно быстренько купировать вот поэтому затягивается в любом случае при начале заболевания я бы не советую тем более с детьми когда все понятно и ребенок не до конца может правильно рассказать о своем до описать свое состояние ребенок точно не сможет особенно маленький да даже и порой и у подростка трудно узнать какого качества у него кашель влажный там или какой-то вот поэтому здесь конечно осмотр врача обязателен потому что врач оценивает объективные данные то есть у ребенка мы же часто ссылаем оцениваем вообще для постановки диагноза и для определения тактики лечения именно объективно потому что ребенок не описан не опишет свои симптомы так как он это чувствует не всегда опишет а вот поэтому при осмотре мы уже делаем выводы и ставим ну теперь поговорим о самом любимом наверное для тех людей особенно для тех людей которые опять же в кавычках любят болеть и иногда носки более стремительно бегут к врачу чем может быть это другим нужно делать это наши любимые лекарства да это целая поэзия потому что это деньги это рецепты это а вот что есть нового отдайте мне такую таблетку чтобы я выпил и завтра уже все прошло за любые деньги например или наоборот схему врач выписывает а у человека как бы может быть там средств не хватает и он там от чего-то отказываться и так далее как лечат сегодня какими лекарственными препаратами ну понятно что мы не можем там называть конкретные марки но тем не менее ну что касается лечения детей главное в лечении детей это уход за ребенком то есть некоторые вирусные инфекции у ребенка можно вылечить симптоматическим лечением то есть уходом за слизистыми полостями рта зева и носом и обычным уходом что имеется ввиду это соответственно создание такой обстановки вокруг ребенка которая будет способствовать скорейшему выздоровлению то есть это как можно меньше пыли ежедневная влажная уборка это увлажнение воздуха особенно это будет актуально когда дадут утопление и это проветривание то есть вот эти вот момент да и еще 3 4 момент это регулярно отпаивание ребенка потому что именно водный баланс в организме он будет способствовать за исполнению объема циркулирующей крови соответственно вот это вот особенно при температуре когда ребенок температуре несколько дней именно от старания мамы в этом вопросе будет зависеть исход его вообще лихорадки ну а вот отпаивание как вы говорите ну не просто там до горячей водой понятно что не холодный сразу же но тем не менее масса у нас всяких средств там с пузырьками без пузырьков с лимонным вкусом с ананасом с апресиновым я бы не совета а варенье малиновое настоящее волоко кипяченая да вот а еще вот эти вот старые добрые но я уж не знаю банки ты навряд ли кто-то ставит на всякие пластыри продаются и помнится мне еще горчичники были и ноги например в тазик это осталось работает это но сейчас доказано что это не имеет большого значения это такая раздражающая терапия которая в свое время ну да это как будто бы имела какой-то какой-то результат но сейчас от этого отказались потому что ну во первых очень много детей с аллергиями и как правило сам запах горчицы той же самой может перевести из обычного насморка в бронхоспазм допустим таких вот аллергических да или например что касается той же самой терапии в виде банок но этот такой тоже уже старейший метод а он приятно вспомнить основывался на улучшение кровообращения рефлектор то есть то же самое что и молоко горячее делает и малина чтобы поднять о нет некую такую голову чтобы организм немножечко встряхнуть и пропотеть как у нас в принципе важно пропотеть как-то не парадоксально прозвучит здесь и да и когда человека температуре то высоко допустим несколько дней до при этом еще и потеет конечно потери жидкости колоссальный организмом пить пить или ведь здесь очень важно да сколько там литров надо выпивать ребенка и для взрослых это как правило около полутора двух литров в сутки вот но у детей там мы рассчитываем на массу тела с едой что еда только по самочувствию то есть если ребенок во время болезни отказывается есть не нужно этого пугаться как правило решили вкусненько но у либо у него избирательный аппетит появляется да то есть мы можем его что-то предложить то что он хочет на выбор до единственное только здесь не переборщить со сладким и очень сильно советую не переборщить с тем что содержит красители с газированными какими напитками с маркой для горла да да но не только это в том смысле что это вредная еда и то есть мы иногда в угоду капризом ребенка больного позволяем ему это но на самом деле это не очень правильно потому что как правило все что вредно во время болезни тоже давать нельзя возвращаясь теми лекарств если мы говорим там среднем я так понимаю нижним я не врачная предполагаю дата очень часто так называемый от харкищ от харкивающие средства прописывают то есть таким образом как бы очищаем легкие но и собственно говоря сам организм кашель то это есть да иногда с мокротой бывает вот это правильный такой выход во время лечения болезни нужно употреблять такие средства здесь нужно действовать по показаниям это определяет врач показания или противопоказания к назначению они от харкивающих но я бы не советовал тоже заниматься самолечением в этом вопросе по одной простой причине потому что все от харкивающие средства даются не более трех дней и избыточное образование мокроты это тоже чревато тем же самым окрут очень хорошая питательная среда для микробов то есть и большое количество мокроты в дыхательных путях это дополнительно для микробов уже путь дополнительно для других поражению легких телеса вот еще температуре потому что если мы конечно опять же не рассматриваем пока еще там серьезно как воспаление легких или уже там пандемию нашу современную но температура она же тоже может скакать как у нас принято говорить что температура до 38 самое неприятное да пусть 38 уже просто такое бревнышко лежит и все вот иногда у кого-то до 40 поднимается вот регулировать температуру даже если например побывали у врача он что-то выписала температура например не падает либо она вот как-то скачет иногда температура может упасть ниже нормы такое тоже наверное бывает вот как температурный режим какие за ним следить не надо все время жена напить понижающие жаропонижающие да есть определенные верхние пределы температуры реакции к при которых мы рекомендуем пить жаропонижающие это 38 и 5 в том случае если температура переносится нормально ну что значит нормально относительно если нет там какой-то сонливости или каких-то других симптомов связанных с этим до 38 5 в принципе можно не пить жаропонижающие но у маленьких детей там до 38 38 2 опять же здесь имеет значение она вниз потому что если у ребенка ранее были какие-то негативные реакции на температуру например судороги то мы не допускаем выше 37 5 у него подъема температуры да тогда часто измерения и контроль там каждый час а с температурой ниже падают когда слабость как правило это опять же после излечения просто допаиваем организм восстанавливаем его баланс и как правило да это все восстанавливать ну и последний нас более двух минут остается до конца программы это наша любимая тема прививки вот тем более что прививка дарви как бы воспринимаются народом мне кажется проще чем все остальные скажем так мягко прививать сегодня насколько конкретно каждый год у какой-то орви может там свой штамм какой-то есть ну а то рви это как таковых это разные вирусы мы прививаем от гриппа в основном это вот сейчас у нас 5 сентября сентября началась компания привычная против гриппа до октября до 1 декабря до 1 декабря до 1 декабря всю осень мы прививаем вот прививаются да есть спрос на это дело мне очень что меня очень радует как педиатра потому что родители осознают с каждым годом как-то все больше и больше необходимость вакцинации люди и сами прививаются взрослые прививай своих детей до вакцина у нас есть фалент на есть мы уже и получили дача с прививаем организованные коллективы и детей которые приходят в поликлинику они только к вам у вас поликлинике или могут в каких-то еще места с тех садах и школах да мы там тоже прививаем а вот родители соглашаются каких-то побочных реакции серьезных как правило не бывает это обычная небольшое в день прививки недомогания даже температура 37 37 2 подняться и местная реакция виде небольшой болезни а потом уже всех правило проходит самостоятельно ну вот я думаю что надо к этому прислушаться специально на этом не останавливаюсь потому что врач сказал и я думаю что или вексель козловой нашей уже как сейчас говорят спикеру нашему постоянному можно доверять заведующие детским притоническим отделением номер два ли беретской областной больницы но единственная проблема что те кто захотят за этот прививку может быть очередь небольшая у вас сейчас появится после нашей программы но такая приятная на мой взгляд очень приятно да желаем вам удачи сезон ваш оси осенне-зимний тем более пока отопления нет народ и пока еще так вот может поймать вот это нехорошего заболевания но бояться его не стоит и если вы обратитесь к врачу то быстро с вами можно решить спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин